Радиаторы в Новосибирске Однако замечания Ростехнадзора все же были. Одно из них – энергетический резерв – есть не на всех маленьких котельных. Хотя этот вопрос решают. В этом году мы изыскали финансовые средства, чтобы оказать помощь в приобретении этих дизель-генераторов. И в этом году мы приобретаем чуть более 200 штук. И котельные будут обеспечены резервными источниками электрической энергии. До сих пор во многих домах периодически идут отключения. Управляющие компании пеняют на ресурсоснабжающие организации. Вот житель мне пишет. Здравствуйте, сколько можно каждый день отключать воду и отопление? То есть это уже чисто истерика. Почему? Потому что в июле месяце это были капитальный ремонт. Да, объявили. Вопросов нет. Жители готовы. Всегда надо с народом общаться честно. Тогда не понимают. Причина в том, что не все очаги аварийности на теплотрассах ликвидированы. В этом году было около 2000 мест, где пришлось вскрывать трубы. Работа продолжается на 800 объектах. Сегодня региональный министр ЖКХ Евгений Ким предложил рассмотреть вариант, чтобы жители домов голосованием решали, когда многоквартирник подключать к теплу. Мы выяснили мнение самих горожан. Положительно. Положительно? Да, вот у меня даже по работе я сталкиваюсь с этим. Вот, запускаем тогда, когда хотим. Запоздания не сильно много будет, мне кажется. Неделя-две можно вот этот момент пережить, чем вот этот коллапс переживать. Мнений разных. К одинаковому мнению уже все равно люди не придут. Ну а в принципе, я считаю, что, наверное, это было бы возможно. Потому что все равно, как бы, в большинстве случаев рано начинают отапливать. Станет ли идея министра правилом, будет известно не раньше следующей осени. Сегодня же ресурсоснабженцы договорились с управляющими компаниями еженедельно координировать работу. Николай Сальников, Сергей Жданов, Новости ОТС.